Здравствуйте, в студии с выпуском новостей Амир Кедрасов. Накануне в рамках рабочего визита главы республики Рустема Хамитова в Кумертау было проведено совещание с руководителями предприятий и представителями городских организаций в городской администрации. В своем выступлении Рустем Хамитов провел анализ проблемных вопросов в различных сферах жизнедеятельности по республике, району и городу Кумертау. Им было отмечено получение в скором времени городом статуса ТОСР, который в будущем позволит успешно привлекать в Кумертау инвестиции и развиваться во всех направлениях. Также глава республики рассмотрел отчет о прошедшем на прошлой неделе инвестпикнике и назвал перспективным направление подобных мероприятий в решении социально-экономических проблем в Кумертау. В своем докладе Рустем Хамитов сообщил об улучшении показателей по республике в экономическом и промышленном производстве и плодотворной работе кумертауских предприятий. При этом еще не на полную мощность включился в работу нефти, а химический комплекс наш, там были ремонты и модернизация определенная. Дальше вот Кумап еще тоже работает не на полную мощность, скажем так, предприятия в нашей строительной области. Еще по-настоящему не достигли тех объемов, на которые рассчитаны, но август к августу месяцу плюс 7%. Это безусловно хороший доказатель и по итогам 8 месяцев мы почти на 2% опережаем промышленное производство прошлого года. Основным способом решения социальных вопросов глава республики определил привлечение инвестиций. В ближайшие годы большую часть финансирования планируется распределить на строительство различных социальных объектов, спортивных комплексов, школ, больниц, в том числе на реконструкцию имеющихся сооружений. Вместе с Министерством экономики работаем над ним, чтобы значительная часть нужных, необходимых наших людей объектов все-таки были реализованы. Кроме выделения средств на строительство, в этом году финансирование было направлено на реконструкцию и строительство дорог, освоение современных технологий для улучшения качества и долговечности асфальтовых покрытий. В этом году в дорожное строительство будет направлено 15 миллиардов рублей. Никогда, я еще раз повторяю, никогда дорожное хозяйство Республики Башкорстан таких денег не видит. Мы работали на уровне 10-11 миллиардов, в этом году 15 миллиардов. И в основном вся эта денежная масса направлена на ремонтные дороги, на остановительные дороги, на ремонтные работы, на восстановительные работы и так далее. В рамках совещания после доклада главы Республики присутствующие смогли задать ему свои вопросы. У нас только два года в городе работали при Кумандарском институте, а один замочилищик в России. Но в 14 декабря, в 14-м году, в принципе, в декабре, мы будем кредировать... Что с кредерами? Аэрокурт. А, аэрокурт. Да, да, да. В связи со сложным положением наручную, то есть финансовую. Значит, скоро у нас берет, но у нас есть проблема с капитальным построительным ремонтом и отсутствующим. Значит, что касается восстановления техники, речь идет о ремонтном ремонте. Прежде всего, письмо мне и на столу через главу города, мы подумаем, как работу организовать. Аэрокурт был, есть и будет в Кумандарском. Это огромное обещание. Значит, закрытие мы не позволим ни при каких обстоятельствах. В завершении своего выступления Рустем Хамитов отметил, что для успешной реализации намеченных планов и имеющегося в республике потенциала необходимо наращивание темпов модернизации экономики. А основной задачей правительства является улучшение благополучия жителей республики и повышение качества жизни в Башкортостане. Я вам желаю хорошую работу, плодотворную работу, чтобы у вас все получалось. И безусловно мы вам будем помогать, мы вместе, мы вместе трудимся, вместе работаем. Вы рассчитываете в любой сложной ситуации на нас. Это правильно, мы никогда не бросаем, будь то стихийное явление, чрезвычайная ситуация или какая-то сложная общественная ситуация возникшая. Никогда, никогда все метрополитеты, все районы не будут объединены нашим днем. Для нас все абсолютно разные. Глава республики Башкортостан Рустем Хамитов после совещания в городской мэрии отправился на ледовую арену, где ознакомился с ходом строительства данного объекта. Башкортостан Рустем Хамитов ответственностью Акрополь Хайдара Гайсина, финансы, которые были выделены и освоены. Чтобы закончить строительство здания, рабочие ждут нового этапа финансирования. Сегодня мы завершили практически третий этап финансирования, третий контракт долевой. Освоено 132 миллиона. Если в масштабах смотреть, подняли весь каркас, обшили снаружи и с витражами, и материалами фасадными, завершили кровлю, подвели наружные все сети. На сегодня вот такой этап. Внутри проведены электропроводные части и в основном штукатурка тоже завершена. Заливка полов выровнена под чистовую отделку. Сейчас осталось из серьезных объемов ледового поля, которое мы сейчас готовим. Город ждет следующего этапа финансирования. Строители ждут ассигнования уже сейчас. Однако финансирование прогнозируется только с начала будущего года. Мы надеемся, что нам немножко лимит найдут, выделят средства в этом году, чтобы не стоять до Нового года. И как бы хотелось, чтобы не стоять и завершить строительство, как бы задаваемые сроки в июне, чтобы торжественно этот дворец наш открыть. Для нас который дворец, да, в июне. Если так не будет происходить, но в любом случае чуть с опозданием, я думаю, с Нового года, если будет финансировано, может там сдвинется срок. Но в любом случае, за летний сезон, я думаю, завершено это лед. Константин Меркушев, Сергей Николаев, телекомпания «Арис». В июле в эфир нашего телеканала вышел сюжет о проблеме кумертавской семьи. Старшему сыну семьи Потутиных после очередной медико-социальной экспертизы не продлили инвалидность. Тогда они помогли обращения в различные инстанции. Как их дела обстоят, сегодня узнавала наша съемочная группа. До 2015 года, до 18 лет был он ребенком-инвалидом. Признавался на очередном МСЭ в 2015 году, в день его рождения, 28 апреля, у нас проходит медико-социальная экспертиза. После результатов этого МСЭ является инвалидом моего сына не признают. В УФУ мы не поехали, подали. Я написала заочно, потому что я уже знала, что и УФИ откажут. Да, и УФА присылает отказ. Москва. Он лежал на обследовании, как раз нам уже операция, и мы отправили документы в Москву, МСЭ Москвы, уже в главное бюро. То есть мы столько этих МСЭ прошли, столько нет. Я ждала, думаю, ну Москва, наверное, уже сейчас примет решение. И Москва нам отказывает. Это видео под названием «Когда чиновники наконец перестанут быть бездушными» Татьяна разместила в социальных сетях в июле этого года, уже после продолжительного хождения по многочисленным инстанциям. Этим же летом на проблему обратил внимание главный судебный пристав Башкортостана Зарив Байгускаров. В рамках рабочего визита в Кумертау он пообещал разобраться в проблеме. Отменили решение Кумертауского суда. И решение было вернуть на новое рассмотрение. То есть я думаю, что в новом рассмотрении будет в нашу пользу. Я так считаю. Очень много нарушений, как сказали судьи в Уфе. Чьи действия стали причиной отправки дела на пересмотр, Татьяна с точностью утверждать не берется. Но в том, что дело с мертвой точки все же сдвинулось, она совершенно уверена. Мне кажется, любая мама в такой же проблеме, в такой серьезной ситуации, в которой оказались мы, любая мама поступила так же, как и я. Я просто благодарю Бога, что он нашел мне вот такого человека, как Зарив Закирович. В городской администрации прошло заседание комиссии по выделению финансовой поддержки субъектам среднего и малого предпринимательства. На конкурс было подано 71 пакет документов. Кому сказали «да», а у кого будет еще время доработать, узнавал мой коллега Константин Меркушев. Конкурс проходил с 17 по 27 августа. На этот раз рассматривали распределение денег из федерального и республиканского бюджета. Общая сумма денег – 95 миллионов рублей. На заседание было представлено четыре вида поддержки – стартап, лизинг, приобретение оборудования и социальное предпринимательство. К сожалению, большое количество предпринимателей получили отказ. У нас отказано в оказании поддержки 48 предпринимателям. 13 пакет документов мы вернули на доработку, и только 10 предпринимателей прошли тот конкурс на отборы, допущенные, до которого будут выделены денежные средства. Среди основных причин отказа является наличие задолженности у предпринимателей. В основном эта причина касалась начинающих бизнесменов. Предприниматели, обращающиеся за поддержкой в администрацию, должны иметь в виду, что у них не должно быть задолженности не только по предпринимательской деятельности, но и как у физического лица. И, конечно, хотелось бы обратиться к предпринимателям, кто только у нас новички, чтобы, пожалуйста, сходить в налогуинспекцию, прежде чем сдавать пакет документов, уточнить, есть ли у вас задолженность, как у физлица. Большой блок отказа у такой поддержки, как социальное предпринимательство. Из 12 пакета документов ни один предприниматель не был допущен. По словам Ирины Александровны, бизнесмены не до конца понимают суть поддержки социальное предпринимательство. Если предприниматель открывает, допустим, кинотеатр, он показывает какую-то большую долю фильмов малообеспеченным семьям, детям, очень часто приглашает в школу, садики бесплатно это все транслирует. Или он содержит половину коллектива, у него половина коллектива трудится, которые это или пенсионеры, или безработные, или женщины с детьми до семи лет. То есть это люди, которые требуют какой-то определенной опеки. То есть два критерия, когда человек является социальным предпринимателем. В связи с большим процентом отказа в поддержке бизнесменам на заседание было предложено разработать нормативный сборник. В методическом пособии будут отображены основные причины недопуска на конкурс, а также правильность оформления пакета документов. Мы это обязательно сделаем и, конечно же, разместим на своем сайте, передадим в Союз предпринимателей и будем при консультации предпринимателям выдавать этот методическое указание. Но нам нужно какое-то время на то, чтобы его разработать. Еще можно подать документы на субсидию социального предпринимательства. Только уже в конце сентября, когда объявят новый конкурс. Константин Меркушев, Сергей Николаев, телекомпания «Арис». Это была последняя информация выпуска. Спасибо, что были с нами. До встречи.